Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Будни». О событиях этого дня расскажут корреспонденты Бийского телевидения и я, Кристина Мелехова. Сегодня в программе. Самую многочисленную группу мобилизованных сегодня провожали жители города. Празднику быть новогодние мероприятия в Наукограде пока не собираются отменять. По сценарию голливудского фильма злоумышленники ограбили ювелирный салон. Морально и физически готовые сегодня из Бийска отправили самую многочисленную по сравнению с другими отправками группу мобилизованных. На этот раз это добровольцы. Дарья Федоркина продолжит тему. Егор Чурилин и Алексей Анисимов выросли в селе Усяцком Бийского района. Вместе ходили в школу. А сегодня вместе добровольно отправляется на сборный учебный пункт. Друг позвал. Пойдем. Пошли с другом. То есть вы в военкомат сначала? Да. В военкомат пришли, да. Все, заявление подал. Пошли мы служить. Было принято решение. Просто другого развития событий я не представляю. Ну, скажу кратко. А кто, если не мы? Мужчины добровольно заявляли о своем решении быть мобилизованными самостоятельно в военкомате, а также через сайт госуслуги. И уже после этого получали повестки. Много народу прибывало. Ну и все, что нужно было, мы делали. Оформляли на них документы. Было время немножко подготовиться. Вот сегодня набралось еще 100 человек, которые готовы. Из них сегодня 52 человека отправили. Завтра еще планируется отправка порядка 45-47 человек. Мобилизованная группа отправляется в город Олейск. Там в ближайшие три недели добровольцы пройдут военную подготовку среди бойцов действующего подразделения. По словам военного комиссара, это поможет бейчанам эффективнее подготовиться к военным действиям. Настрой боевой, как сказать. Подготовились, слава богу, время было. Дали время подготовиться и психически, и морально, и физически. Дали возможность подготовиться, время. Уезжать, конечно, только дураки не боятся. Или говорят, что не боятся. Поэтому боятся все. Но готовиться надо. Поэтому кто, если не мы, поэтому готовы. Отметим, что указа президента о завершении частичной мобилизации в России на настоящий момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Дарья Федоркина, Илья Питков. Будни. Госдума приняла в первом чтении закон об универсальном пособии для семей с детьми. На выплаты смогут претендовать россияне с детьми до 17 лет и беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности. Универсальное пособие станут получать семьи, у которых доход на одного человека не превышает размер прожиточного минимума в регионе проживания. При оформлении и поддержке специалисты оценят доход семьи, трудовой потенциал, а также наличие имущества. В зависимости от потребности размер пособия составит 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума трудоспособного населения региона. И к коммунальной теме. Занял свое законное место. Дополнительный мусорный контейнер появился во дворе многоквартирных домов на улице Угольной. Напомним, к нам в редакцию обратились жители, которые устали от бесконечного мусора. На площадке был установлен один контейнер на три дома. Его под завязку заполняли отходами за считанные минуты. Хотя раньше, говорят местные, было три бака. Добавим, что каждый дом относится к разным управляющим компаниям. Соответственно, сообща, они и должны обслуживать площадку. Приятная новость. Практически сразу после визита нашей съемочной группы появился второй бак. Открытым остается вопрос с установкой третьего. Также в ближайшее время управляющие компании должны вывести крупногабаритный мусор. Могли бы пригнать трактор, вот там кирпичи и вся эта дрянь. Трактором в тележку погрузили и увезли. В Бийске до сих пор не могут найти подрядчика для ремонта единственного городского моста. При этом объект не признан аварийным. Три года назад специалисты провели оценку технического состояния. Коммунальному мосту необходим ремонт, опор, плит перекрытия, дорожного покрытия, контактной сети, а также трамвайных путей. На восстановление выделили порядка 152 миллионов рублей, однако желающих так и не нашлось. Сейчас условия изменились. Порядка 172 миллионов теперь стоимость контракта. Ну и надеемся, что на этот раз аукцион состоится и все пройдет нормально. И в следующем году ремонт моста будет осуществлен. Для нового аукциона мэрия изменила условия и еще по одному пункту. Теперь контрактам предусмотрен аванс в 30%, чтобы подрядчик уже в этом году смог закупить строительные материалы. Власти считают, что это предложение делает аукцион более привлекательным для потенциальных участников. Добавим, что последний капремонт проводили в начале 2000-х годов. По нашей информации, подрядчиков отпугивает большой фронт работ, сжатые сроки сдачи объекта и небольшая, по их меркам, сумма на капитальный ремонт. Скорее всего, они оценивают собственные силы, когда ознакомливаются с документацией. Соответственно, есть ли у них такие специалисты, смогут ли они в эти же сроки уложиться, чтобы выполнить все позиции указанной документации по ремонту инженерного сооружения. Есть ли у них определенная техника. Празднику быть в Наукограде пока не собираются отказываться от новогодних мероприятий. В администрации города подтвердили, что лишать праздника бейчан и в первую очередь детей не планируют. Во всяком случае, на рабочих встречах этот вопрос не обсуждали. Известно, что для украшения новогодних городков уже ищут ели, но готовы принять их только на безвозмездной основе. Также в администрации отметили, что обязательно построят детские снежные городки. Их откроют в декабре. Будут выступления и городских творческих коллективов. Главную новогоднюю елку традиционно установят на Петровском бульваре. Под вопросом остается новогодний фейерверк. Последние два года обходились без него. В администрации ссылались на ковидные ограничения. Далее реклама. Не переключайтесь. 30 процентов вы экономите, покупая куртку или пуховик в нашем магазине в октябре. Ермак, Митрофанова 35, остановка вокзал. Мечтаешь работать на камеру? Брать интервью и выйти в эпицентре событий? Видишь острые темы? Борешься за справедливость и умеешь добиться своего? Тогда ты наш человек. И мы ждем тебя на должность тележурналиста Бийского телевидения. Среди бонусов – молодой коллектив, достойная зарплата, а главное – отличная возможность карьерного роста. Звони прямо сейчас в редакцию новостей Бийского ТВ. Каким должен быть завтрак донора, показали сегодня студенты технического университета. Причем не просто показали, но и сами приготовили. ВУЗ в свое время стал инициатором студенческих донорских акций. Осенняя акция завершилась на днях. Когда-то ребята сами не знали ответа на вопрос, можно ли есть перед сдачей крови. А теперь готовы поделиться информацией с другими начинающими донорами. Подробности далее в сюжете. Весной и осенью донорский пункт службы крови принимает всех желающих студентов, среди них большинство. Политех когда-то и стал инициатором таких акций. В последний приняли участие почти две тысячи человек, причем не только студенты. В условиях специальной военной операции, конечно, тоже кровь сегодня особо востребованная. И мы считаем, что и такой вклад в поддержку наших бойцов, он важен. А еще важно знать, чтобы начинающие доноры, а стать таковыми можно в 18, знали детали донорства. К примеру, что за 72 часа нельзя принимать лекарства, разжижающие кровь, за 48 часов нельзя пить алкоголь, да и ужин накануне должен быть легким. А вот завтракать перед процедурой не только можно, но и нужно. На самом деле обязательно нужно покушать, иначе бывают очень хорошие случаи в виде того, как студенты кладут в поморок. Сегодняшние повара, несмотря на юный возраст, доноры со стажем. На столе только те продукты, которые разрешено употреблять перед сдачей крови. Я готовлю, буду подготавливать напиток, смузи. Тоже такой легкий, донорский, скажем так, без всего лишнего, без молочных продуктов, без ярких каких-то цитрусов и так далее. Ребята разделились. Алина взялась за перловку с овощами, готовила на сковороде без масла. Кристина за пудинг из овсянки с фруктами, а Егор доделывал смузи из яблок и овсянки. Можно любые крупы. Важно соблюдать технологию приготовления. То есть нужно их отваривать, либо в паровом, либо просто на воде, либо готовить на пару. К крупам можно добавить овощи, то есть, опять же, исключив масло в большом количестве. Можно добавить немного фруктов. Полная инструкция о том, что можно употреблять в пищу донором, есть на сайте Центра Крови. Ну а сегодня завтрак из трех блюд был готов буквально за полчаса. Пробовали приглашенные гости. Пробую, да? Очень вкусно. Кстати, такой здоровый завтрак можно есть в любой день, и не только донором. А студенты надеются, что хотя бы немного проинформировали, как питаться накануне похода в Центр Крови. Ведь если сдающий не соблюдал рекомендации, поел копчености, рыбу, яйца или финики, и при этом не сказал врачам, его кровь впоследствии просто утилизируют. И непростая процедура окажется бесполезной. Татьяна Голубева, Александр Антропов, Будни. Сегодня в Бийске провели День здоровья для старшего поколения. Организатором мероприятия выступил комплексный Центр социального обслуживания населения совместно с одним из фитнес-клубов нашего города. Чему научили бийских пенсионеров и в чем суть социального проекта, расскажу вам далее в сюжете. Тянемся, тянемся, тянемся. За руками вверх, за руками вверх. Жить активно, мыслить позитивно. Все началось еще в 2018 году, когда сотрудники комплексного Центра социального обслуживания населения решили реализовать вбийский проект, который позволит пожилым людям увидеть и познать перспективы активного долголетия. У нас есть расхожее мнение, что бабушка – это пирожки, внуки, носочки, сад и огород. На самом деле женщина в возрасте имеет много свободного времени, которое она готова и могла бы посвятить чему-то определенному своему здоровью, активностям различным, принимать участие в социальных мероприятиях, то есть задействовать себя по полной. Возможности такие у нас есть. Именно благодаря реализации социального проекта «Убийских пенсионеров» появилась возможность развеяться и заняться спортом. День здоровья начался с посещения фитнес-клуба. Сначала пенсионеры побывали на групповом занятии «Здоровая спина». Затем позанимались на силовых и кардиотренажерах. Активности некоторых бабушек, откровенно говоря, можно позавидовать. Первые впечатления после выполнения упражнения? Ну, вообще классно, конечно. Немножко рукам тяжеловато, то есть без привычки. То есть нагрузку все равно я иногда делаю, но здесь тяжеловато немножечко. А так вообще классно, отлично. Я третий раз участвую в этом проекте, с удовольствием это делаю. Чем вас так это привлекает? Можете вот поподробнее рассказать? А я считаю, что вообще физкультура – это отличное лекарство для улучшения здоровья. Настроение поднялось, даже вроде бы какие-то эмоции, это самая радость. Ну, не знаю я, ну, как-то это не домашняя эта обстановка, поднимается настроение. Скажите, а вы впервые занимались на тренажерах? Да. Ну и как ощущения? Ну, хорошие. Мероприятие провели в рамках месячника пожилого человека. В общей сложности себя проявили порядка 40 пенсионеров. Они не только плодотворно потренировались и пообщались между собой, но и освежили знания. Им рассказали о секретах сохранения здоровья в пожилом возрасте. В частности, о том, как правильно питаться и как распределять физическую нагрузку, чтобы сохранить гибкость мышечного корсета. Кристина Мелехова, Андрей Сегаев. Будни. Ограбить за 30 секунд в лучших традициях голливудского блокбастера сработала банда грабителей в Бийске. Ограбление попало на камеру видеонаблюдения. Трое неизвестных в масках проникли в здание торгового центра на Коммунарском. Их привлек магазин с ювелирными украшениями. Злоумышленники разбили стекло кувалдой, проникли внутрь салона и буквально за считанные секунды скидали в мешки дорогостоящие изделия. На входе ждал микроавтобус, на котором воры и скрылись. По предварительным данным, сумма ущерба составила примерно 1 миллион рублей. Все подробности инцидента выясняют полицейские. Выставочный зал Бийска готовится к большой юбилейной дате. В ноябре этому отделу Краеведческого музея исполнится 55 лет. Сотрудники готовят для посетителей несколько творческих сюрпризов. Конечно, это открытие новой выставки под таким лозунгом «Великая сила искусства». Когда мы покажем и те картины, вот эту связь прошлого и настоящего, покажем картины советского искусства, советского периода и картины современных художников. Кроме этого, у нас огромная концертная программа, где оказывает нам содействие Бийский музыкальный колледж. И у них тоже дата. Кроме этого, это творческие посиделки с художниками, творческие встречи. А уже сейчас в выставочном зале работает проект «С чего все начиналось». В течение двух месяцев, каждые две недели, сотрудники будут обновлять картины в рамках этой экспозиции. Главная цель – познакомить жителей и гостей города с историей выставочного пространства. Посетители смогут увидеть полотна художников Гаврила Прибыткова, Дмитрия Кузнецова и Александра Маркова. Эти три человека сыграли важную роль. В те времена они обращались в администрацию, но тогда это назывался горосполком нашего города, и добивались, чтобы по улице Васильева, дом 36, был открыт выставочный зал. И у них это получилось. Это было не так просто, потому что на базе, где сейчас уже 55 лет располагается выставочный зал, что здесь должен был быть открыт продуктовый магазин. И настало время рассказать о погоде. 20 октября в Бийске будет пасмурно, ожидается дождь, ветер юго-восточный слабый, сменяющийся юго-западным. Атмосферное давление высокое, влажность воздуха утром и поздним вечером тоже будет повышенной. Возможно, слабая магнитная буря. Ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 7, плюс 9 градусов. И это все новости на сегодня. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Напоминаем, телефон нашей редакции 313-507, а также ищите нас в соцсетях. Счастливо, еще увидимся.